Я вас витаю на канале Наталья Земна, видеохостинга YouTube. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я знаю, что все с нетерпением ждали минуты, когда мы откроем сегодня первую страничку программы на заданную тему. А эта страничка будет говорить о здоровье. И мы будем давать вам рекомендации. И сегодня по традиции, как обычно, в заключительную пятницу месяца Наталья Петровна Земная специально прибывает из Киева для того, чтобы дать вам свои советы. Очень добрые, очень красивые, очень полезные советы, отрава лечения и просто поговорить о здоровье. Чего нам, к сожалению, так часто не хватает. Президент всей Украинского общества «Зеленая планета» Наталья Петровна Земная в нашей студии. Добрый вечер, Наталья Петровна. Доброго здоровья. Вот именно, доброго здоровья. Уж столько говорено, переговорено относительно здоровья, этих эндемий, пандемий и прочего, что мы вынуждены просто с вами начать сегодняшний диалог именно с этого. Я считаю, что благодаря вашим советам и нашим программам Крым эпид-порог не преодолел. И мы вот те лечения травами, теми полезными очень продуктами питания, о которых вы говорили, фруктами, овощами, которые вы рекомендовали, они в конечном итоге не дали возможность развиться процессу в Крыму. Крым жил спокойной совершенно жизнью и вынужден был просто подчиниться указаниям сверху и объявить карантин. Но, наверное, есть смысл продолжить, потому что медики говорят, что это первый этап, к сожалению, и нам не миновать еще очередного этапа вирусных вспышек. Поэтому мы работаем в прямом эфире, друзья, 52-2003. По традиции мы объявляем телефон. И извините, пожалуйста, если не все из вас могут дозвониться сегодня. Мы вам покажем и газету, и книжку. Наталья Петровна, вы можете оттуда подчеркнуть очень полезную, важную информацию и пообщаться с ее коллегами на улице Киевской, 115. Мы об этом вам всегда говорим. Итак, с чего начнем, Наталья Петровна? Ну, начнем, наверное, с вируса. С вируса. Как Высоцкий пел, очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, да? Да, конечно. Все те, кто не ленится и кто хочет быть здоровым, не заболел на грипп. И я считаю, что вот все это общество, все эти друзья и люди, с которыми Вы встречаетесь, они здоровы. Грипп, конечно, я проехала ползеленой планеты. На каждом материке, в каждом государстве есть грипп. Но там его никто почему-то не замечает. Хотя говорят, что в этом году пришел к нам грипп-мутант, что объединился птичий грипп, свинячий грипп и человеческий грипп. Но я бы сказала, что да, в Украине он мутант, потому что к этому гриппу еще примешалась наша предвыборная кампания, политические все раз, пригонка такая. Потом я Вам скажу, что мародерство еще присоединилось к гриппу, потому что, видите ли, каждый воспользовался этим вирусом, как ему было надо. Кто-то сделал ажиотаж, а до этого всего еще и добавилось фармацевтический психоз, потому что людей направили в аптеки за лекарствами, люди приходят туда, а их нету лекарств. Лекарства все размели, разобрали, что надо, что не надо. И очень обидно мне было, знаете, в чем, Наталья Петровна, что наша программа вышла за три дня буквально до того, как объявили этот самый свиной калифорнийский. Вот бы Ваши рекомендации пригодились, но еще не поздно, и ответить на звонок, первый звонок наших телезрителей. Добрый вечер, Вы в эфире. Слушаем Вас. Добрый вечер. Алло. Слушаем Вас, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Симферополя, Лариса Владимировна. Слушаем, Лариса Владимировна. У меня такой вопрос, Наталья Петровна, ответьте, пожалуйста, можно ли употреблять сироп из черной бузины, только не древовидной, а травянистой? Да, сироп можно принимать, но травянистая бузина, это вонючая бузина, она более ядовитая, нежели черная бузина, поэтому можно ее принимать, но надо наполовину меньше. Из цветов можно, ягоды там надо смотреть. Сироп Вы сделали из цветов, очевидно, добавят туда сахар, воду, и эта же бузина тоже не допускает до чувствительности магнитных бурь, перепадов, и она же очень хорошо исцеляет человека от всех микозов, так что Вы попали в точку. То есть рыбковыми заболеваниями, микозными заболеваниями уже не будет, Вы уже не заболеете, если Вы будете употреблять сироп от ИСАД. И все-таки вирусные, давайте рекомендации, пока не пробился следующий телезритель. Да, конечно же, накричали на то, что мы должны употреблять лимон. По 40 гривен, которые стали за килограмм. По 40, а в Закарпатье 65. 65 было? Да, лук 45 гривен там килограмм, чеснок тоже, чеснок там где-то 40 гривен килограмм. Но я Вам скажу, что если сделать нормальную профилактику не теми масками респираторными, которые получали из Китая и из Финляндии, и Боже, какой позор. Причем одноразовый на 2 часа. Да, неужели у нас руки поросли не оттуда, откуда надо. Вы помните, что на нашей земле никогда никто голый не ходил, и были фабрики инпошива там, и были мастерские, и не было их. Люди сами ткали полотно, одевались, и красиво одевались, вышивали это все, и красиво одевались. А теперь маску ту не могут найти, бинт сложить несколько слоев. И все поднимали руки. Все, у нас нет средств профилактики. Или же, Боже, какой позор, чеснок получали из Китая. Неужели в Украине нету чеснока достаточного количества? А для того, чтобы профилактически не допустить гриб, надо взять один зубочек чеснока. Один на всю семью. Зубочек, не головка, а зубочек. Вот этой вот головочки, это хватит на весь дом. Взять один зубочек, почистить его, измельчить. Взять бутылку, но только не водки, а постного масла. Налить полстакана постного масла, измельчить этот зубочек, положить туда, расколотить, размешать. И, выходя на улицу, смазать нос и смазать рот. Иди куда хочешь. И не надо искать оксалиновую мазь, гоняться по всем аптекам. Да, это сильнее. И просить по блату, чтобы тебе достали. Это сильнее оксалиновой мази. Но потом же, конечно, если, не дай бог, там попали вирусы и гриппу, человек же тоже имеет антивирусные какие-то вещества, которые на слизистой есть. Пришел домой, взял опять же стакан, налил воды, комнатной температуры кипяченой, положил туда чайную ложку соды, размешал, прополоскал, втягивая в нос и выпуская через рот, или просто прополоскал рот и носоглотку, прополоскал, и все, и вирус гриппа не попадет туда. Мы знаем, что все вирусы боятся щелочей. И когда-то, когда были экспедиции в Монголию и другие страны, где вирусов было очень много, брали мыло хозяйственное, натирали ладошки, натирали подошву, натирали позвоночник, и мыли руки, полоскали рот, нос полоскали мыльной водой. И все, и вирусом никто не заболел, ни то, что не умер. А тут, ну, целая проблема. Да, но не проблема дозвониться в нашу студию, все в порядке в этом смысле. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Да-да, говорите, мы вас слышим. Алло. Мы вас слышим, добрый вечер. Алло. Я Симферополь, Нина. Так. У меня проблемы и с суставами, но это уже, я смирилась с этим. Сейчас еще и рожа напала, не знаю, что мне делать. Спасибо, вопрос понятен, суставные проблемы. Очень, очень коротко и ясно. Подойдите на Киевскую 115, возьмите противорожистую мазь, она называется целющая, вы лечите свою рожу, потому что вы очень долго будете лечить своими домашними средствами, а, конечно, в больнице или в поликлинике вам в этом не помогло. Наталья, еще раз напомните название. Значит, целющая мазь от рожистого воспаления. Ну, а суставы, конечно, лечат дома, можно лечить, но и у нас тоже есть артритан, который лечит суставы. Но у нас в самый период надо лечить почки больные и налаживать солевой обмен. Бывает так, что суставами приходят, смотришь, оттуда кровь не поступает. Эти капилляры вот не дают туда кровь, наоборот, суставы цементируются солями, там уже столько солей, что сустав уже разгинаться не может. Так вот мы даем лекарство, артритан, нефролит. И циркуляция улучшается. Да, циркуляция улучшается, кровь поступает, а соль уходит, выходит с мочой и человек уходит на гамму. Еще одна тема от наших телезрителей. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Это Татьяна из Симферополя. Слушаем, Татьяна. У меня вопрос к Наталье Петровне. Скажите, пожалуйста, при калькулезном холецистите возможно ли лечение травами или только... Оперативное лечение. А мне кажется, что в самый период надо не допустить до калькулезного холецистита. А во-вторых, есть такие травы, которые разбивают эти камушки, они рассыпаются на песок, а потом природным путем выходят из организма. Есть такие травы, вы знаете, их очень много, даже одуванчик. И мы не раз показывали. Да, показывали порыло, то есть репешок обыкновенный, который разбивает эти камушки и выводит, чистит организм, чистит печень. И хорошо очень помогает. Ну и другие есть травы, спарыш, который растет под ногами. Если там камушки отклались, да еще уратные там есть, включение, очень хорошо. Ну и у нас есть тоже лекарство, эпохол мы даем для того, чтобы лечить калькулезный холецистит. Спасибо. Чеснок мы преодолели, дали алуки, может быть, или продолжаем? Алук. Для того, чтобы не допустить грипп в хату, то есть не допустить, чтобы вся семья заболела на грипп, берут луковицу, измельчают ее и ставят около порога, с двух сторон, около двери, измельченную луковицу, или на тарелочке, или на салфетке. Можно по углам комнаты разложить лук. Фитонциды лука убивают вирусы. И уже грипп, ну, никак не попадет в комнату. То есть атмосфера создается специально. Да, в дом, где живет человек. Ну, если бывает так, что лук в глаза заходит, или маленькие дети не могут терпеть, или кто-то уже заболел, вот, тогда мы берем хвою сосны. Вот она, красавица какая-то. Вот она, наконец-то я могу показать крупным планом эту хвою сосны. Видите, ее даже украсили цветком белым. Я попрошу наших операторов сейчас, вот, вот, видите, как красиво. Но они еще с хризантемой, по-моему. Взять вот такую вот веточку хвои, положить в доме, или две даже, утром, в обед и вечером подойти и помять ее, чтобы приятный запах сосны пошел по комнате. И человек чувствует, что он среди природы. Он сильный, он могущественный. Ему легко дышать. Свежесть такая. Фитонциды сосны убивают вирусы гриппа, может даже в некоторой степени больше, нежели лук. Кроме того, если один человек заболел, и есть сосна в доме, никто больше не заболеет. Замечательно. Но зато дозвониться в нашу студию. Добрый вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Петровна, вы не можете мне подсказать, чем лечить слюные железы? Я так мучаюсь, так мучаюсь. Какие железы? Какие железы? Слюные. Слюные? А что, воспаление происходит? Да, воспалительный процесс, они опухают у меня сильно. Спасибо. Да, бывает так, что опухают, и даже другой раз приходят больные, вы не поверите, даже камушки откладываются в слюных железах. И вот смотришь, и действительно вырезают, а потом человек себя очень плохо чувствует. Есть у нас гемосан, пожалуйста, приходите, пролечите неделю-две, и у вас они будут нормально работать, не будут воспалены. Ну и, конечно же, мы лечим лимфатические железы параллельно, и человек выздоравливает. Есть препараты тоже. Да, лимфогран, который мы даем, и человек вылечивается. Гемосан, запомните, возьмите месяц, попринимайте, не будете мучиться. Лимон в обычном формате вы потребляете? Ну, лимон, вы знаете, про лимон уже столько сказали. Давайте его крупно покажем, он этого заслужил, по-моему. Да, тонами привозят его в Украину. Но я, наверное, сделала рекламу негативную для лимона. Никто не ходит, лимон не покупает. Знают, что лимон нужен не для того, чтобы не допустить вируса, ведь щелочи не допускают вируса. Наоборот, кислот нельзя. Это уже при осложнении гриппа. Ну, грипп как вулкан. Вот он взорвался, и тут за 4-5 дней его уже нет. Как медики говорят? Если лечить, значит, надо неделю. Нелеченные 7 дней. 7 дней, да. Известный постулок. Ну, и потом, если уже есть осложнение, осложнение гриппу делает сам человек. Или переохладился, или замочил ноги, или перенервничал, или недоспал, или недоел, или что-то где-то еще перебрал, не того, чего надо. Вот это может быть осложнение. А если этого не делать, осложнений грипп сам не приносит. Ну, конечно, бывает так, что человек болен, там, каким-то тяжелым заболеванием, да, еще если грипп, так, конечно, ему будет очень тяжело. Но можно же усиливать иммунитет. А где же тот иммунитет находится? Мы же знаем, мы уже столько раз нашим зрителям рассказывали, что он находится 75% в желудочно-кишечном тракте. Что вот здесь, вот, в переходе от кожи на слизистую, тоже находятся все те антивирусы, которые не допускают вирусов, а усиливаются они каротином, то есть провитамином А. И вот если кто-то кушает перец, морковь, морковь, перец, абрикосы, петрушку, у него будет сильный иммунитет, и вирусы гриппа уже, конечно, не попадут в организм. Еще одна тема наших телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Петровна, добрый вечер. Меня зовут Светлана. У меня такой вопрос к вам. У меня токсикол. Что можно сделать? Какой срок беременности? Третий. Третий месяц? Пошел, да, третий месяц. Спасибо. Значит, у вас больна поджелудочная железа. Если поджелудочная больна, лечите, пожалуйста, ее. Употребляйте больше укропа. Можно варить чай из цикория и одуванчика. Можно употреблять больше петрушки, для того, чтобы нормализовать функцию поджелудочной железы. Поджелудочная, она очень такая капризная, при беременности особенно. Женщинам дает токсикоз. Вот, и иногда даже бывает так, что приводит к выкидышам. И мы всегда обращаем внимание на поджелудочную железу. Или подойдите у нас, возьмите золотник. Но еще у беременных бывает токсикоз, когда понижена кислотность, желудок растянутый и увеличена печень. Вот тут вот могут быть и аллергии, и другие какие-то явления. Такие вот женщина не может кушать, не может какую-то пищу переносить, на запах ей не нравится, голова начинает болеть. Тут мы лечим печень и желудок. Я думаю, что вы попринимаете укроп, и у вас токсикоз этот пройдет. Ну и рекомендации на Киевской 115 всегда можно получить от ваших коллег. Да, если нет зелени укропа, возьмите, пожалуйста, семена укропа и к каждому блюду, которое вы любите, борщ, суп или что вы кушаете, добавляйте укроп, и токсикоз у вас пройдет. Очень просто и очень доступно. Да, и 25 декабря на следующей нашей программе позвоните, расскажите об эффекте. Надеюсь, положительном. Добрый вечер, слушаем вас, вы в эфире. Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло, это я? Да, да, это вы, а это мы. Я Надежда Кирилловна из Симферополя. Слушаем, Надежда Кирилловна. Очень сильно дочку мою мучает мигрень. Чем можно лечить? Сколько лет дочери? Дочери 43. Спасибо. Ну, мигрень мучает всегда, когда воспаление сосудов. Бывает так, что воспален нерв. Люди не знают об этом и тоже думают, что это мигрень мучает. Я вам скажу, что есть у вас доступное очень вот такое вот растение. Лаванда? Очень доступное, да, лаванда. Горная лаванда. Вот возьмите, пожалуйста, лаванду. Можете сделать настойку или можете сделать масло из лаванды. Масло делают так, одну часть лаванды, пять частей или жира, или масло сливочного. Все это измельчить хорошо, поставить, пускай настаивается. Можно даже подогреть, поставить на слабенький огонь или на водяную баню на несколько часов, а потом остынет, размешать это все и вот это вот масло втирать у виски. Или можно даже брать калачик, герань, который на подоконнике и накладывать на виски листочки. Очень хорошо помогает. Одноразово снимает. Ну, конечно, надо лечить там или воскулит, или неврит, или другое какое-то заболевание сосудистое. И поэтому болит голова. Мы даже даем при таком заболевании вазонорм. За недельку-две проходят головные боли. Раз и навсегда. И очень хорошо и эффективно это лечение под песню «Лаванда», горная лаванда. Можно пить даже чай из лаванды, но надо брать одну чайную ложку на два стакана, чтобы отвар был не настолько насыщенный, чтобы хорошо очень снять головной боли. Спасибо, Антония. Полипы высветили у меня. Это на фиброгастроскопии? Да. Спасибо. Ну, полипы, не бывает одного полипа где-то в одном месте, бывают полипозные болезни. Это доброкачественные опухоли, которые возникают в средстве заболевания внутренних органов, и особенно такого органа, как поджелудочная железа. Видите, опять обратилась к этой железе. Значит, полипы отторгаются хорошо, естественным путем, уходят с организма и больше никогда не появляются. Мы имеем тоже такое лекарство псориопол от псориаза, полипов и других заболеваний. Вот хорошо очень лечится полипы. И потом, когда мы сдаем в лабораторию полипозную ткань, нам лаборатория дает заключение, что естественное отторжение полипозной ткани. Но я вам скажу, что полипы хорошо лечатся, особенно если в носу хреном и медом. Значит, взять половину хрена, половину меда, смешать все это, поставить в холодильник и рано утром встал. И одна чайная ложка на тощий желудок. Вот так попробуйте. Я думаю, что за месяц, если нет гипероцидного гастрита, а если есть там язва 12-перстной кишки или же гипероцидный гастрит, тогда хрен употреблять нельзя. Тогда можете подойти на консультации, чтобы вам можно посоветовать другое снадобье, которое убирает полипы с организма. С учетом функции кислотности, да? Да, кислотности. А вот хрен и мед можете попробовать. Это великолепное средство. Даже когда в носу полипы, и вот употребляют хрен и мед, они разбухают, вылазят из носа, большущие такие красные, а потом люди отходят, паникуют страшно, говорят, так что же это он вырос, вырос в 7 раз больше стал. Раньше не видно было, только дышать было тяжело. А потом он темнеет, ссыхается, торгается и все. По сравнению с паникой, которую наше правительство по поводу вирусной эпидемии дало, никакие полипы не сравнятся. Добрый вечер, еще один звонок, слушаем вас. Добрый вечер. Слушаем, говорите. Это Симферополь звонит, Исаева я. Здравствуйте. У меня такой вопрос, вот шум в ушах, вот я не могу вылечить, вот была умора, не назначена. Извините, но спрошу ваш возраст. Мне 53 года. Спасибо. Еще молодая очень женщина, еще до 117 лет, очень долго надо жить, поэтому надо, чтобы не было склероза. Для этого у вас есть много видов полыни. Полынь однолетняя, хорошо очень чистит бляшки, холестериновые, делает сосуды эластичными и лечит склероз. И кровоток улучшается в сосудах. И улучшается кровоток, и сосуды хорошо очень работают, они не лопают, как стеклянные, и бляшки все очищаются. Ну, конечно же, вам надо кушать яблоки, они хорошо помогают, два яблока в день, вы обязательно должны съесть, для того, чтобы не было склероза, чтобы не было шума в голове, не болело в затылке и не повышалось давление, потому что при склерозе бывают повышенные давления. А так бы хотелось, чтобы давление было нормальное и не шумело в голове. Да, и я, наверное, порекомендую провести все-таки исследование крови на холестерин, а потом после лечебных процедур, о которых вы сказали, сделать контроль, и мы увидим результат. Наталья Петровна, мы получили огромное количество звонков, писем с вопросами. Я понимаю, что сейчас будут даже ревновать наши телезрители, которые пытаются дозвониться, но несколько я буду вставлять по ходу наших звонков. Я бы еще хотела по гриппу тоже несколько сделать таких советов. Если вы чувствуете, что начали заболевать, а первое впечатление, когда почувствуете, что с носа течет, вот не бегайте за тем, чтобы какими-то нафтезинами или чем-то серьезным закапывать нос. У вас все дома под рукой. Если нет на подоконнике колонхоя или алое, возьмите, пожалуйста, морковь, выдавите сок, закапайте нос. И несколько раз так закапайте, не будет насморком. Если нет морковки, возьмите листок капусты. Из капусты выдавите сок несколько капель в нос, несколько раз, и насморка не будет. А раз не будет насморка, то дальше процесс не разверется. Дальше процесс, да. Дальше не пошло уже дальше. Если нет и того, и другого, возьмите красный буряк, который кладете в борщ. Сварите его воду, вылейте, а сок из него выжмите, и хорошо несколько раз закапайте нос. Даже детям можно это делать. Им не щипет, не печет, и они с удовольствием хотят, чтобы им этой красной водичкой закапывали нос, чтобы было хорошо дышать и не текло из носа. Спасибо, Наталья. Они понимают. Далее, в таком телеграфном стиле. Аллергия, ничего не могу есть, сразу аллергические реакции. Что подскажете? Значит, надо лечить печень и желудок, тогда не будет аллергии. По-другому, аллергены никакие не можно выдворить из организма. Ну, я когда-то рассказывала, что надо брать цветок тыквы, цветок кабачка, но сейчас этих цветов нету, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, и самой тыквой. Употребляйте вот чай из тыквы, такой, например, взяли тыкву, порезали там на кубики, заварили в стакане воды, добавили, можно добавить мед, можно не добавлять. Если мед добавите, пейте его перед сном, будете спать хорошо, успокаивает нервную систему и снимает аллергию. А мы выпускаем аллерген. Кстати, мы к гриппу, к этой пошести, гриппу, чудо-пошести. Значит, мы подготовились тоже капитально, мы выпустили грипполик, мы дали респиран, если респираторные заболевания, и иммунат, чтобы усиливать иммунитет. Ну, конечно же, после гриппа осложнения серьезные, чтобы их не допустить, надо употреблять, конечно, сельдерей. Он помогает со всеми осложнениями, то есть против всех осложнений после гриппа. Звонок, судя по всему, из-за пределов Симферополя, мне подсказывают наши коллеги, по-моему, Ялта. Ялта на связи, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, ребенку 11 лет, волосяной кихен, фолликулярный кератоз, фолликулит по телу, и внутри, как предполагают доктора, что грибок, вот. Как можно от всего вот этого избавиться? Спасибо. На щечках дерматизм. Значит, не избавляйтесь от грибков, потому что грибков очень много в организме человеческом. И если вы будете убивать грибки, быстрее вы, наверное, навредите ребенку. Поэтому надо лечить, усиливать иммунитет всем тем, что я вот называла, и надо лечить печень, и надо лечить желудок. Тогда ничего, и поджелудочную железу. Если ребенок много пьет и много кушает сладкого, значит, уберите в самую первую очередь сладости. А потом, конечно, лечите печень, желудок, поджелудочную, и все будет у вас нормально. И ребенок будет здоровый, кушать будет хорошо, и не будет дальше никаких осложнений. Иногда лечит аллергию только, не думая о том, что смазывает гормональными мазями. Видит, ушло с кожи, не думая о том, что загнали вовнутрь это заболевание. А надо лечить изнутри. То есть надо лечить печень, желудок, поджелудочную железу. И есть средства такие у нас в зеленой планете. Пожалуйста. Еще один из тех звонков, которые мы получили до эфира. Катаракта, помутнение хрусталика. Можно ли народными методами избавиться от недуга? Можно, конечно. Для лечения катаракты в природе очень много растений. Самое первое, даже сегодня зеленое, цветет у вас беленькими цветочками. Это зирочник, то есть мокрец. Берите 2 столовых ложки. До салата, до какого-либо там блюда, добавляйте 2 столовых ложки этого растения. Можете заваривать чай. 1 столовая ложка на стакан кипятка заварить по четверти стакана, выпить. Этот отвар лечит хорошо катаракту. Кроме того, есть еще дикая морковь, зонтики дикой моркови. Один зонтик, это когда уже отцвела морковка, белые цветы она зонтиками цветет. А вот семена, скрылся зонтик, чтобы семена не потерять, наверное. Берите этот зонтик, измельчили, залили стаканом кипятка, настояли час и по четверти стакана 4 раза в день. Катаракта чаще всего бывает, как за моими наблюдениями, она бывает после ушиба. Или ушиба головы, или повреждения глаза. Когда-то ударил глаз, или запорушил, или что-то какое-то механическое, или же что-то, чем-то залил глаз. Или спиртом, или водкой, или бензином, или чем-то. Тоже потом возникает катаракта. Мы в таком случае даем арнику, чтобы убрать посттравматическое это осложнение. И, конечно же, даем зирочник для того, чтобы вылечить катаракту. Катаракта лечится так же, как и бельмо на глазу. Еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас внимательно. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Это из Симферополя говорят. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Наталья Петровна, у меня такой к вам вопрос. Моему мужу 70 лет. У него сейчас микропузырь, в общем, сморщенный пузырь. И никто ничем не может помочь. Может, какие-то есть травы такие, чтобы... Сморщенный пузырь. Речь идет о мочевом пузыре? О мочевом пузыре, да. Понятно, спасибо. А есть великолепное растение, которое называется грыжник голый, которое лечит мочевой пузырь. Кроме того, есть еще растение, которое называется зеленчук желтый. Прекрасно лечит свинтер, мочевой пузырь. И даже если есть в мочевом пузыре какие-то изъяны, папилломы или другие там, или полипы даже бывают, или мочевой пузырь не может раскрыться, он сморщенный. Ну, бывает же, вы знаете, что бывают вторинные сморщивания. Вторичные сморщивания. Вторичные, да. Оно может не зависеть от самого мочевого пузыря, а зависит от всей мочеполовой системы, или от почек, или даже от печени больной. Да, конечно же, если вы обратитесь к доктору, он посмотрит, какая причина, и поможет вам вылечить причину и восстановить мочевой пузырь. У нас есть цистан, хорошее средство очень, которое восстанавливает мочевой пузырь, его функцию, снимает воспалительные процессы и убирает все то, что там есть. Ну, по поводу мочеполовой системы, был еще и звонок, как избавиться от недержания мочи, спрашивали наши телезрители. Да, недержание мочи, вот я сказала, есть зеленчук желтый, это если же, если у людей старшего возраста, вот там, наверное, срабатывает тоже. Ну, а если речь не о детях идет, да, в детском возрасте, что же? Если детский возраст, там проще, там надо лечить желудок, я всегда советую давать лука больше ребенку, каши пшенной, вот, поить чаем из смородины черной, и таким образом тонизировать желудок, нормализовать его состояние. Но я вижу, что сейчас, в последнее время, приходят дети с ночным недержанием, с увеличенной щитовидной железой. Поэтому даем струмен-интелятрин, трымник, так и называется препарат, который удерживает мочу при ночном недержании. Еще один звонок, слушаем, вы в эфире, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем. Это Александр. Слушаем, Александр. Бульбит в желудке, можете объяснить? Бульбит – это воспаление луковицы 12-ти, и она называется бульба. Это как раз бульбус, это и есть луковица, то есть воспалительный процесс. Спасибо. Да, подойдите, возьмите гастроулькан и снимите свой бульбит раз и навсегда, чтобы он больше никогда у вас не возникал. Кроме того, если у вас есть бульбит, там, очевидно, есть какая-то причина. Чаще всего бывает нарушение секреторной функции поджелудочной железы, когда они вырабатываются, ферменты воспаляются, а может быть, даже в желудке там причина. Вы понимаете, никогда ничего не бывает просто так. И мы же не лечим, вот взяли вашу 12-перстную кишку или луковицу ее, взяли, вылечили и отдали вам здоровую. Мы лечим человека, поэтому и ищем лекарственные растения, которые лечат организм человеческий, делаем лекарства такие, которые лечат вас. А не вашу бульбу. Ну, Наталья Петровна, я сегодня подчинился вашей просьбе принять максимальное количество звонков. Но еще, во-первых, есть темы, которые в письмах были, и мы не обо всем рассказали, что вы принесли. Заключительные. Давайте договоримся, вот этот звонок, а дальше уже у нас 4 минутки останется. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Слушаем вас, говорите. Симферополь, Наталья, 53 года. После менопаузы, доброкачественное образование в груди, фиброзно-кистозные. Препарат гормональный животного происхождения вызывает очень, анжелик, вызывает очень серьезные последствия, склонность к тромбообразованию. Скажите, чем можно? А как давно вы маммографию проходили? Буквально месяц назад. Понятно, спасибо. Ну, такие серьезные заболевания, конечно, надо лечить под наблюдением врача, хоть есть очень много растений. Это такое растение, как мы показывали как-то его, это живучка женевская или ползучая живучка, горлянка ползучая она или так, или так называется на украинском, на русском языке. Очень хорошо лечит кистозные мастопатии. И потом еще я использую в другой раз корень кукурудзы, но только не такой кукурудзы, которая уже отжила, а то и молодой кукурудзы. Надо взять, измельчить столовая ложка этого кореня, залить стаканом кипятка, поставить на огонь на одну-две минуты и попринимать такое лекарство полтора-два месяца. И вот эти вот кистозные образования в молочных железах уходят, очень хорошо лечится. У нас даже есть мастоден, который мы предлагаем таким больным, но всегда отправляем к мамологу, чтобы посмотрели. И вместе с официальной медициной они ведут наблюдение, а мы даем лекарства. И вы знаете, в таком объединении, в симбиозе, в таком очень хорошо получается. Они наблюдают, они нам говорят или даже делают там какие-то анализы. Ну и я могу добавить, Наталья Петровна, что по программе «Здоровье крымчан», которая у нас только в Крыму среди всех регионов Украины, с этого года бесплатная маммография для жителей Крыма. Так что используйте эту возможность. Наталья Петровна, буквально как в теннисе, шарик налево, шарик направо. Что дает мужчинам прием конюшины? Ой, конюшина. Это же иммунитет, это сила. Почему конюшина названа? Потому что кони едят ее, а кони какие сильные. Вот и мужчине надо давать чай из конюшины. То есть это клевер луговой. И не зря пели песняры, косив ясь конюшину, поглядав на девчину. Да, потому что он знал, что конюшина ему поможет, даже если он ее косит. Чайная ложка на стакан кипятка заварить. И мужчине надо пить такой чай для усиления его мужской потенции, для того, чтобы у него был сильный иммунитет, для того, чтобы не шумело в голове, чтобы не поднимался тыск, давление конюшина. И еще для того, чтобы все сосуды были нормально работали. И циркулировали, да? И циркулировали волокон. Что лечит настойка ломоноса? Настойка ломоноса лечит все заболевания, воспалительные процессы в организме. Особенно хорошо очень помогает при гриппе, при простудных заболеваниях. Ломонос, он же не называется так, вдыхнул и начинаешь чихать. Чихаешь и чихаешь, ломит нос. Его надо брать минимальную дозу, чайная ложка на 2 стакана, заварить и пить по полстакана можно 4 раза на день. Очень хорошо помогает мужчинам, лечит простатиты и усиливает потенциал. Для чего применяют цветы молодую кору осины? Молодая кора осины помогает лечить даже варикозные расширения вен. И помогает лечить варикозные, или как называется, трофические язвы. Когда мы работали с Данилом Никифоровичем, мы всегда брали кору осины, делали мазь из нее и лечили трофические язвы. Ну и кроме того, осина тоже усиливает потенцию, она лечит простатиты. Но хорошо брать не кору, а хорошо брать почки осины. Еще лучше помогает, чем кора. Наталья Петровна, спасибо вам огромное. Судьба еще ежевику принести вам на следующую нашу встречу. Даже на сейчас, это сегодня собрали ежевику, вот она такая. Самая свежая, да? Самая свежая. Но, конечно, при гриппе самое лучшее средство – это черная смородина, это ежевика, это малина. Это все то, что есть сегодня в природе. Ну и это многое из того, что мы сегодня рассказали нашим телезрителям. Спасибо вам огромное. Вам редька? Редька от кашля. Славу редьке поем тоже. Срезал, ямку сделал, насыпал сахар, туда есть сок. Пейте для того, чтобы не было кашля, чтобы не болело горло, чтобы не было посредствий после грипп. Спасибо вам огромное. Вам крепкого здоровья. Используйте все советы, которые вы давали телезрителям и себе тоже, чтобы, не дай бог, вирусная никакая инфекция вас не посетила. Мы вас ждем в бодром здравии 25 декабря. О времени выхода в эфир мы сообщим дополнительно, но ориентируемся на пролонгацию нашей программы до 50 минут. Будьте внимательны, следите за нашими анонсами. Наталья Петровна, всего вам самого доброго, до новой встречи. Это была программа на заданную тему. И мы говорили о здоровье, чего вам искренне и желаем. Будьте здоровы, друзья. Продолжение следует...